Хорошо, дорогие, мы дальше будем идти в познание Бога, в познание Его Слова. Знаете, апостол Павел не останавливался, казалось бы, начал писать уже всем послание, пиши себе, нет, он не останавливается и говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед по чести высшего звания во Христе Иисусе, познать Его, как Он познал меня. И Он не останавливался, поэтому советую каждому, пока ты живешь на этой земле в теле, не останавливайся. Ты еще не все знаешь, а если знаешь, то через тусклое стекло рассматриваешь. Поэтому нужно, нужно каждому из нас идти в глубину познания Его Слова, знать Его Слово, питаться Его Словом, кормить себя Его Словом. Аминь. И знать Его сердце. Халлелуя. И мы будем дальше идти, и тема сегодня, она звучит так. Сила твоего голоса. Сила твоего голоса. Знаете, я вспомнил, буквально здесь я стоял и вспомнил историю такую. Наши знакомые, они сказали когда-то, мы хотим рыбок завести. Мы с Наташей такие, рыбок, почему ни кошечку, ни собачку? Она такая смотрит и говорит, да, не кушать не просят и мрут, и молча мрут, умирают. Вот вам немое создание, да, и кушать не попросит, умирают молча. Вот. И в этом их позитивная сторона. Никто не будет ходить за тобой, мяукать, скулить. Вот. И знаете, я вспомнил, здесь стоял, я вспомнил эту историю, думаю, надо же. Есть такие создания. Но почему-то Бог сотворил человека с голосом. Ты не задумывался об этом? С голосом. Наш Бог, говорящий Бог, тот, кто говорит, и по слову Его все было создано. Аминь. И евреям, послание к евреям, 11 глава, 3 стих. Верой познаем, что веки, то есть вселенная, устроена Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Все, что ты можешь сегодня осязать, пробовать, чувствовать, видеть, оно произошло благодаря Его Слову. Поэтому Бог не молчащий Бог. Бог говорящий. Он говорит. Да, и начинается послание к евреям. Это 1 глава, 3 стих. Сын сияния славы Отца. Точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом. Сын, то есть Иисус Христос поддерживает все, что было сказано и сотворено своим могущественным словом. Иисус не молчит. Иисус говорит. И вся эта глава начинается с таких слов, вы все это знаете, да? Что издавна Бог говорящий, да? Что многократно, многообразно, то есть многократно, много раз, много образ, через много разных возможностей Он говорил через пророков. Потом через Сына Своего. Сейчас, как Бог говорит, Духом Святым, который в нас через детей Своих. Поэтому тот голос, который нам дан, он для того, чтобы мы могли говорить. Ты согласен? И мы много разных слов говорим. Кто-то в силу своего характера мало говорит. Он говорит, я интроверт, я больше думаю. Я просто весь в воображении, в думании. Я весь в себе, мне надо подумать, а потом я скажу. А кто-то больше говорит, а потом мысли только доходят, что ж ты наговорил. То есть разные люди по-разному говорят. Но голос был дан человеку с определенной целью говорить. Чтобы существование этой вселенной, оно продолжалось поддерживаться. И об этом я уже когда-то проповедовал. Посмотрите в архив. Сегодня я хочу уделить внимание силу твоего голоса. Если Бог всемогущий, он может в принципе с тобой общаться и без твоего голоса. Правильно? Ведь немые люди общаются с Богом. Общаются. В своем сердце они чувствуют, в своих мыслях они чувствуют. То есть на уровне не голоса, не голосовых связок, а на уровне духовного человека. Если Давид в 138-м псалме, он говорил такие слова. Давайте я прочитаю вам со 2-го стиха. Это человек, не рожденный еще от Духа Святого, не крещенный, не погружен еще в Дух Святой. И он понимал принцип общения с Богом в Ветхом Завете. «Ты знаешь, когда я ложусь и когда встаю?» Второй стих. «Ты разумеешь помышления мои издали». Богу не нужно было подходить, знаете, вот и прислушаться. Такой фонендоскоп, знаете, этот в уши воткнул, и его как сердце слушают. Ту-дух, 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 ту-дух. Знаете, прослушать его мысли вот сюда. Знаете, датчики, как там в фильмах. Датчики какие-то на его мозги и уловить колебания его нейронов в мозгах. Эти все импульсы. И потом только на компьютере вычислить. Бог только посмотрел на Давида издали, и он уже видит и слышит его все помышления. «Иду ли я? Отдыхаю ли? Ты окружаешь меня? И все пути мои известны тебе. И еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Бог знает нас издалека. Нам не нужно рассказывать, какие у нас проблемы, что у нас есть, чего у нас нет. Знаете, иногда эти молитвы со стороны послушаешь. «Господи, ты же знаешь, вот вот это, вот это, вот это, а потом вот это». Иногда я стоял рядом, а там один брат молился, и такая молитва. «Господи, спасибо, что бензин подорожал, меньше ездить будем, больше ходить пешком». Ну, то есть Богу рассказывают все-все-все-все, как будто Бог не знает. И вот в моем понимании, для тебя, наверное, Бог дал уста, чтобы ты ему жаловался, потому что он тебя не слышит. То есть, значит, ты понимаешь, что Бог тебя не слышит. Поэтому все, что здесь на земле происходит, ты ему все знаете, как телеканал новости, во сколько, я не знаю, там, ну, к примеру, в 9 вечера. И человек приходит с работы, включает, и новости за день. А там по воскресеньям, наверное, новости за неделю. А там в 31 декабря новости за год. И вот в его понимании, Бог, который не знает, не слышит, не видит, ему нужно что-то рассказать. Вот для чего ему устан. Но Библия говорит, Бог знает мои помышления издалека. Еще я не придумал на каком-то русском-украинском суржике, не сформулировал слова. Бог знает мои мысли. Он всемогущий, Он вездесущий, Он знающий, Он видит твое сердце насквозь. Так зачем же Бог дал нам уста? Жаловаться? Нет. Кушать? И не только кушать. Зачем Бог дает нам голос? Чтобы мы говорили Его Слово. Тем самым утверждали Его Слово на этой земле, когда время пророков Ветхого Завета закончилось. 33 года Иисусу было и закончилось, и Он ушел, и пришел Дух Святой. И церковь сегодня живет в период Духа Святого наполненного, это период церкви, где Дух Святой в нас, и Он хочет выражаться словами неба, говорить на этой земле. Потому что, как бесы пристегиваются к колдунам, разным медиумам, и ждут, пока он какое-то проклятие произнесен, и бесы идут, и делают, и корову убили, и курицу убили, и человека с ног скосили. То есть, это служебные духи, знаете? Служебные духи, демонические, бесы, они служат, и не слушают, какой колдун что скажет, на кого скажет. Так же самое есть служебные духи, хорошие ангелы Божьи, которые пристегнуты, приставлены к каждому, кто наследует спасение, и они ходят за тобой по пятам, и ждут, когда ты начнешь говорить Его Слово. Открываем Солом 102. Девятнадцатый стих. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие с силой, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слово Его. Ангелы Божьи, они исполняют Его голос, они исполняют Его Слово. Где они исполняют? Не только на небесах, но и на земле. Ангелы Божьи, суть служебные духи. Знаете, тот, кто ходит в костюме полицейского, он на службе. Да, это дома он в трусах с баньки выходит, а там на улицах, он в амбундировании, он в экипировке, он на службе, и ангелы Божьи, они постоянно в экипировке, они постоянно прислушиваются. Глаз. И как только они слышат глаз Его, что они делают? Повинуются голосу Его, идут и исполняют то, что этот голос говорит. Когда Бог говорит на небе, они слышат Его. Но когда Бог говорит на земле, что они тоже слышат? Они не сомневаются, потому что это слово, оно как и на небе звучит, оно так же звучит на земле. Не меньше. Даже если это через твои уста, даже если это через твой непонятный ломанный язык, даже если тебе там пять лет, и ты просто не знаешь ничего, и ты просто говоришь, Господь благослови. И Бог благословляет, потому что Ему все равно, кто говорит, младенец или взрослый, Он реагирует на свое слово. И ты должен запомнить, Бог общается с тобой на уровне твоего духа, на уровне твоей души. Он сегодня не кричит с балкона небесного, Сын мой! Помните, как тот пророк в детстве услышал голос, естественный голос. Он услышал, Он пришел к пророку и говорит, Я услышал, и тот понял, чей голос Он услышал. Сегодня Бог редко кричит с неба, потому что Он дал Духа Святого. Каждому, кто уверовал, Он получает дар Святого Духа, и Он может слышать Его, понимать Его, чувствовать Его, переживать Его. Поэтому мысли и чувства и мысли, они обретают характер слышания. Слышания. Ты настраиваешься на волну Бога, и ты слышишь Бога. Ты можешь с Ним сидеть и просто общаться на уровне мысли, потому что не успел ты подумать, Он ее видит и слышит издали. Зачем же тебе уста? Первое. Зачем тебе голос славить Бога громко? Всей своей силой, всем своим разумением, всей своей крепостью прославь Бога. Помнишь, да? Это заповедь. Это заповедь. И ты выражаешь через голос громко славя Бога. Читаем также псалмы. Псалом 108, 30 стих. Этих мест много. Это просто для того, чтобы я несколько беру, для того, чтобы показать, как Бог хочет, чтобы ты прославлял Его. И Давид говорит, и я громко буду. 108, 30. Псалом 108, 30. И я громко буду устами моими славить Господа. Как я буду? Громко. Чем я буду? Устами. Что делать? Славить. Аминь. Вот почему мы громкие. Потому что я верю, что Слово Божье истина. Если в Слове Божьем написано всей своей силой, значит, в конце прославления Бога у меня уже не должно оставаться сил. Но я берегу немножко, еще каких-то 5%, чтобы еще попроповедовать. Но все сидящие в зале, по сути, в конце прославления Бога громко, и всей своей силой, должны, в принципе, уже хрипеть. Иначе ты не всей своей силой исполняешь повеление Божье. Прославляешь Бога. Ну, это откровение я понял, не для всех. Все молчат. Береги себя. Береги себя, любимого. Ты себе еще пригодишься. Вот когда поймешь, что ты себе не принадлежишь, вот тогда Бог будет через тебя действовать. Бог всегда действует через тех, кто умер для себя и живет для Бога. Кто воскрес и умер за Него. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому первое, что я увидел в Библии, зачем нужно громко что-то делать? Первое, это громко прославлять нашего Бога, потому что Он достоин. И вся земля должна наполниться познанием Его славы и прославить Его. И это Слово Божье говорит. И второе, зачем нам нужен голос и зачем мы используем голос громко? Не для того, чтобы ссориться. не для того, чтобы проклинать друг друга, не для того, чтобы обидеть и ранить друг друга. Нет. Для того, чтобы говорить и провозглашать Слово Божье в видимый и невидимый мир. Громко. Не на уровне мысли. Смотрите, здесь, здесь по-другому. Во-первых, на уровне мысли ты общаешься с Богом, Он знает твою мысль издали. Во-вторых, когда ты говоришь, Бог и так тебя слышит. Бог слышит. Знаете, иногда, кто нас смотрел там со стороны, потом начинают мне вопросики такие. Вот, пророки Ваала кричали, а Илья сидел и говорит, может, Бог ваш уснул, кричите громче. А может, он в путешествие ушел. Горячий тур, да, сейчас. В Турцию на солнышке загорать. Ну, так и написано, может, путешествие. Уже тогда туры были. Горячие. Но огонь реальный сошел. Знаете, и когда эти люди, пророки, уже пророки Ваала, не знали, не слышали, не понимали своего Бога, которого реально не было, они поклонялись идолам. Они поклонялись идолам без мозга, без голоса, без сердца. Вот, поэтому им приходилось кричать, чтобы их идол услышал. Может быть. У Езекииля, у Исаии там написано, а, вы поклоняетесь этим, они имеют уши, но не слышат, имеют уста, но не говорят, это лже-боги, они мертвые. И Бог говорит, я Бог живой. И, понимаете, ситуация издалека, да, кричат, кричат, Бог их не слышит, беснуется. И вот эти вот религиозники, они со стороны смотрят и говорят, а, вы как лже-пророки Ваала, кричите, кричите, может Бог вашу слышит. Я кричу не Богу своему, алло, я кричу не Богу своему, Бог слышит меня, даже издалека. Я это знаю, и я не Богу кричу, дорогие. Давайте поймем, давайте посмотрим, зачем мы говорим в духовный мир. Мы говорим не Богу, что Ему сделать. Знаете, иногда послушаешь молитвы супердуховных, чтобы Бог что-то сделал, и они там во имя Иисуса Богу приказывают. Ну ты чего? Это колдовство. Это колдовство. Христианское, суперхаризматическое колдовство. Ты хочешь, чтобы Бог во имя Иисуса Христа что-то сделал. Не сделает. Сколько бы ты ни кричал, Бог суверенен. Он делает то, что Он хочет на небе и на земле. Так Слово Божье говорит. Поэтому ты не прикажешь Богу своим голосом до хрипоты, ты не прикажешь Богу, что Ему сделать. Он Бог, и Он делает то, что Он хочет. Знаешь, что тебе нужно? Понять то, что Он хочет, и озвучить Его здесь, на земле. Вот для чего нам даны уста. Понять и познать Слово Его, и озвучить волю Его на этой земле. Вот для чего мы говорим. И мы говорим это не Богу, чтобы Он сделал, а мы говорим Духу этого мира. Дьяволу оставит людей, болезни оставит людей, немощам оставит людей, горе передвинуться отсюда туда. Это мы говорим не Богу. И давайте погрузимся в Новый Завет и буквально три истории из Нового Завета я прочитаю вам. Первая история, когда Иисус воскрешает Лазаря. Иоанна 11 глава, 32 стих. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с ней и людей плачущих, это коснулось их сердца. Она плакала. Эта боль была внутри. И теперь следи внимательно. Иисус воскорбил духом и возмутился. Тоже, он тоже плакал. И сказал, где вы положили Его? Говорят Ему, Господи, пойди посмотри. И самый короткий стих Библии. Иисус прослезился. Он тоже заплакал. Будь со мной сейчас. Боль утраты друга, она коснулась его сердца. Что делал Иисус в этот момент? Плакал. Видел Отец Небесный, что у него боль? Видел. Видели окружающие, что у него боль? Видели, и не просто видели, слезы были на его лице. Видел духовный, демонический мир, что с ним происходило? Однозначно видели. Смотрим дальше. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любит его. А некоторые из них сказали, не мог ли Исея тверже отчий слепому сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу, тогда пещера и камень лежали на ней. Лежал на ней. То была пещера, и камень лежал на ней. Давайте 41 стих. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Я смотрел во всех переводах, там написано, слышишь меня. Здесь услышал, как завершенное действие. На самом деле, благодарю тебя, Отец, за то, что ты слышишь меня. И следующий стих написано, «Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Всегда слышишь меня. Были ли моменты у Иисуса, когда Отец его не слышал? Не было. Никогда не было. Вы поняли ситуацию? Иисус плачет. Друг умер. Все плачут. Мария плачет, Марфа, друзья, все в скорби. Иисус скорбит духом и плачет. Поднимает глаза к Отцу и говорит реальные слова. «Я знал, что ты всегда слышишь меня». Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы они поверили, что ты послал меня. Отношения Отца и Сына Он демонстрирует. Он для них говорит эти слова. Бог, Отец, всегда слышит Сына. Были ли в твоей жизни моменты, когда ты думал, Отец меня не слышит? Я тебе скажу, Отец тебя всегда слышит. Ты можешь не воспринимать это серьезно, но Бог, Отец, всегда слышит своего Сына. Сказав это, Он воззвал громким голосом. И вот смотри, зачем этот громкий голос нужен? Не для того, чтобы с Отцом поговорить, пробить некий духовный портал к Отцу. Да не духовный портал к Отцу пробивается. Духовный портал к трупу смердячему три дня пробивается громким голосом. И он воззвал громким голосом, Лазарь, иди вон! И во всех переводах я смотрел, там написано, воззвал громким громким голосом, Лазарь, выходи! Он Лазарю кричал, а не Богу. Бог слышит всегда. прими это в свою жизнь. Тебе не надо кричать Отцу. Он знает тебя. Он слышит тебя. Он понимает тебя. Если в твоей жизни ситуации, когда ты плачешь, есть, и он слышит это, и он видит это, и он понимает тебя, как понимал Иисуса, который плакал, но слезами горю не поможешь. Духовный мир не реагирует на твои слезы. Ангелы не реагируют на твои слезы. Ангелы действуют по слову Его и на небе, и на земле. Суд служебные духи, включаются, когда слышат голос с неба. Слово исходящее из твоих уст. Слово творит нереальные вещи на этой земле, сверхъестественные вещи. Умерший человек, три дня вонявший, глухой на оба уха, червячки вылазят оттуда, дорогие, за три дня. Услышал, отреагировал, ангелы жизни пришли, включились, сам дух жизни, дух святой, помазавший Иисуса Христа. Иисус действовал под помазанием Духа Святого и силой, потому что Отец Его помазал, и Он говорил слова не от себя. Сколько раз Он говорил, я говорю слова не от себя, а то, что Отец на небе говорит. Я делаю шаг не от себя, а то, что Отец на небе делает этот шаг, творит. Вот почему нам нужны уста говорить, потому что Вселенная удерживается голосом Его, звуком Его, голосом Его. Следующая история. Иисус повелевает, буря утихнет. Читал? А давай-ка еще прочитаем. Я не знаю, что ты там читал. Марка, 4 глава, 37 стих. Открываем. Шелестим телефонами, планшетами. Натираем пальцы до мозолей. И 37 стих. И поднялась великая буря. Есть буря, которую все боятся, а есть великая буря. Это больше, чем обычно ты видел. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будут и говорят, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, что он сделал. про себя подумал? Он запретил слух. Он сказал слух. Умолкни, перестань. И точка. У меня точка стоит. Слушаешь ты иногда свои молитвы? запятая. А вот этого нет. А как вот это, что завтра будет? И вот это слезы, 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 слезы. А потом точка, потому что уже слезы все выкопали. Дыхание уже, уже все, уже воздуха нет в легких. Ну все, устала я, пошла-ка я отдохнуть. Вот. Так вот, Иисус очень конкретный, очень конкретно молился. Ты заметил? Вообще нет лишних слов, потому что при многословии не миновать греха. Вот где-то написано. Так вот, когда молишься, не будь многословен. Видишь проблему, скажи, этой проблеме, видишь великий ветер на тебя дует, повернись, скажи громким голосом, заткнись. И прекратился ветер. И ветер утих, и сделалась великая тишина. ровная противоположность. Ты представляешь, великая буря, это такой буря еще там не было. Дьявол свирепствовал. Вот просто на все легкие свои дул. И тут вдруг знаете почему? Потому что голос, голос, имеющий силу, запретил. и он замолчал. Дьявол замолчал. Куда тот ветер делся? И сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. Я верю, это страх Божий нашел на них. Великий. И говорили между собой, кто же сей, что и ветер и море повинуются ему. Кому ветер повинуется? Слову Бога, звучащего через Иисуса. И он упрекнул их в неверии. Есть два элемента. Первое это вера и второй это голос. Хочешь результат? Тебе нужно верить внутри. И написано, да, римлянам 10-10, да, или как, сердцем веруют, 9-10, 10-9, написано, что сердцем веруют, устами исповедуют. исповедание твоего голоса имеет силу, но оно держится, строится на вере. Вера откуда приходит? От слышания Слова Божьего. Слово Божье в тебе производит веру. Эта вера выражается как словами. на эти слова реагирует вся Вселенная. Вся, абсолютно вся Вселенная. То, что там часть ветра и часть бури там, я тебе говорю, вся Вселенная реагирует на голос Его, потому что у Него есть сила. Сила слов Его, а не твоих слов. Духовный мир не реагирует на твои слезы. Духовный мир не реагирует на твои слова. Твои человеческие слова, построенные на твоей нужде, проблеме, боли и так далее. Не реагирует. Он наоборот видит, дьявол видит, он вор, он убийца, он лжец, он видит, ты начинаешь плакать, он начинает еще сильнее бить, у него нет джентльменских качеств, ну давай, вытрясь, вставай, я подожду. Нет, он вор, он князь этого мира, и он не останавливается, пока не придут ангелы Божьи и не оградят тебя по голосу, по слову Божьему. Вот почему важно исповедовать слово Божье. Итак, следующее, Деяние 14 глава 8-10 стих. В листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла. Смотрите, Павел говорил слово. Павел не только в синагогах по субботам проповедовал, Павел везде. Деяние 17-17 на площадях со всеми встречными Павел общался и говорил слово. Везде он говорил слово. И тот человек, имевший проблему с ногами, он слушал. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом. Он не подумал, вау, вера, у него есть вера в сердце, как хорошо, без веры уходить Богу невозможно, и пошло, 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 он не рассуждал так, он увидел, что есть вера, и он проговорил, потому что все видимое и невидимое подчиняется глазу его, и он сказал громким голосом, тебе говорю во имя Иисуса, Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо, и он тотчас скачил и стал ходить. Вера плюс голос, результат получился. Ты понимаешь, насколько это сильно? Ты понимаешь? Не слезы, а потом голос, потому что ты слезами ничего не изменишь. С Богом ты и так можешь поговорить на уровне мыслей, Дух Святой поможет тебе. Голос дан человеку, чтобы говорить на этой земле слова Божьи, и этот голос имеет силу. Марка 11 глава 23 стих «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, там не написано подумает, пошепчет, скажет, горе сей поднимись и вернись в море и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его». Ты понимаешь? Сердце верует, уста исповедуют, и ты слышишь, что ты исповедуешь, и не сомневаясь в сердце своем. Будет ему что не скажет. Будет тебе все, что ты говоришь. Если будешь говорить слова Божьи, Ада, она написана, Иисус говорил, что «если пребудете во мне, а слова мои в вас пребудут». Смотри, не твои слова, ты полон своих слов, ты полон своих идей, мыслей и так далее, ты полон их. Если ты пребудешь в Иисусе, и слова Иисуса пребудут в тебе, то, чего не попросишь, высвейте, пожалуйста, то, чего не попросишь, будет. Аллилуйя. Ты представляешь? Все, что ты должен знать. Пусть больше в тебе будет Слово Его. Просто питайся Его Словом. Знаешь почему? Чтобы говорить вовремя Слово Бога. Потому что, когда ты сталкиваешься с чем-то, у тебя, естественно, твоя человеческая реакция, это слезы и нытье. Это все, что окружало Иисуса. Но Он, все, что сделал Иисус, посмотрел на небо и говорит, Отец, ты всегда слышишь меня. Аллилуйя. Иногда нам нужно сделать то же самое. Отец всегда слышит. Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то, чего не попросите, будет вам. Аминь. Мэй.